а те временем в германии началась масштабная проверка украинских беженцев поле зрения федерального ведомства по делам миграции беженцев попали тысячи человек с украинскими паспортами германии на сегодня имеют статус временной защиты около 1,2 миллиона украинцев большинство из них получают финансовую помощь от немецкого правительства однако как выяснилось некоторым выплаты были назначены незаконно возможность получить деньги от немецкого правительства воспользовались тысячи лиц с украинскими паспортами которые на самом деле не являются украинцами сейчас федеральное ведомство по делам миграции и беженцев фрг проводит проверку 5600 случаев в которых есть подозрение что выплаты были назначены беженцам незаконно и что на самом деле они никакие не беженцы да и украинцами их можно назвать лишь условно иммиграционные власти и центры занятости в германии идут по следу масштабного мошенничества социальными выплатами граждане венгрии предъявляют недавно выданные украинские паспорта не раскрывая при этом своей подлинной личности целью было получить таким образом пособие в германии 2023 года федеральное министерство внутренних дел стала получать сигналы что некоторые украинские беженцы вызывают подозрения в том что они на самом деле украинцы когда министерство разослала федеральные земли циркуляр в котором просила сообщать обо всех таких подозрительных случаях конце концов на сегодня министерство получила сигналы о пяти тысячах шестисот девяти таких случаях что же в этих беженцах не так речь идет о лицах которые получили украинские паспорта совсем недавно и кроме того практически никто из них не разговаривает на украинском это кажется наиболее подозрительным поскольку в украине все представители нацменьшинству хорошо владеют украинским языком поле зрения немецких проверяющих попали украинцы которые не знают украинского и общаются исключительно на венгерском языке к тому же большинство из них получили украинские паспорта в одном украинском городе который расположен всего в нескольких километрах от границы между украиной и венгрии это может свидетельствовать что новые украинцы имеют двойное гражданство кроме украинского еще и венгерская а в таком случае они не имеют права на получение помощи от немецкого правительства как граждане с венгры не имеют права на социальные выплаты такие как социальная помощь германии по данным министерства юстиции баден вюртемберга около 1700 подозрительных случаев на данный момент переданы властям венгрии и украины для рассмотрения по словам пресс-секретаря с обоих сторон поступило около 500 ответов венгерское гражданство было подтверждено в 58 случаях кроме того румынское издание также опубликовала информацию о румынах которые были обнаружены в германии в статусе украинских беженцев сейчас таких случаев насчитываются десятки и не исключено что будут обнаружены еще эти беженцы также не знают ни слова на украинском но имеют украинские паспорта всеми ими сейчас занимаются немецкие правоохранители и очевидно им придется возвращать полученную помощь газе с этой ситуации правительство германии рассматривают вариант для вновь прибывших из украины закрыть прямой доступ к пособиям до осуществления всех необходимых проверок конечно по таким единичным случаем нельзя судить обо всем народе но система проверок должна быть налажена четко чтобы не возникало каких-то сомнений и подозрений с обеих сторон вообще система проверок германии довольно строгая но зачастую медленная и факт нарушения мошенничество может быть через несколько лет но ответственность наступит с начала нарушения то есть это может быть возврат полного объема незаконно полученного пособия штрафы за предъезда на территорию с и множество неприятных моментов с этим связанным поэтому все же лучше не доводить до таких расследований и спать спокойно